Всем привет! Сегодня я получила заказ от Фаберлик. Заказала все для лица. Будем делать уход. Но я хочу все это еще и протестить. Пока я вам покажу, что я заказала. Кислородное увлажнение, масочка для лица. Тушь супер объемная. Матирующая база, вот такая. И три губные помады разных тонов. В основном розовые, сиреневые, как я люблю. Матовые. Я хочу все это протестить сейчас. И начну я сейчас с масочки. Для начала я заколю волосы. Вот такая вот масочка. Ее нужно наносить на очищенное лицо. Я уже очистила. На 10-15 минут. Это кислородное увлажнение. Вот мне интересно, как оно будет у меня на лице. Я поставила перед собой зеркало, чтобы было видно. Надо нанести на все лицо, кроме области вокруг глаз. Текстура мягкая, приятная на лице. Ну все, засекаем время и ждем. А потом смываем. Ну, пару минут прошло. Вообще, я чувствую сразу же, почувствовала такое, как холодочек такой на лице. Приятно, приятно такое ощущение. Почему я заказала себе кислородное увлажнение? Ну, потому что вообще возрастная кожа, она нуждается в увлажнении в основном. Поэтому, вот, я именно такую масочку заказала. И мне хочется теперь почувствовать, вообще, она дает какой-то эффект или нет. Ну, я с вами поделюсь. Ну вот, прошло 15 минут. Сейчас я пойду масочку смывать. Масочка еще у меня на лице осталась. Она не впиталась вся. Она такая вот, на ощущение, как жирненькая, но приятная. Теперь надо ее смыть теплой водой. И вот эту процедуру делать один-два раза в неделю. Ну, вот, масочку я смыла. Ощущение приятное от масочки осталось. Буду делать такую. Сейчас я хочу нанести базу. Вот эту базу, которую я заказала. Вот такая вот она. Вот такая вот база. Честно говоря, базу я никогда не наносила раньше. Нет, вообще наносила, но уже очень давно. Я уже забыла, какая она должна быть. Поэтому сейчас посмотрим. База, вот она. Такая она прозрачная. Но это матирующая база. Вообще, там база была еще сияющая. Но я взяла матирующую, не знаю, почему. Может быть, в другой раз возьму сияющую еще. Сравню. Вообще, честно говоря, я не знаю. Базу надо наносить сразу на кожу умытую. Либо сначала крем, потом базу. Ну, пробую сейчас базу просто без крема наносить на лицо. А потом тональный крем. От базы такое бархатистое лицо. Вот руками я ощущаю, как будто бархат. Ну, базу нанесу везде. Я знаю, что когда тени мы наносим, базу тоже там рекомендуется навеки наносить под тени. Вот поэтому на все лицо я базу и нанесла. А, наверное, я матирующую заказала, потому что у меня лицо комбинированное. И есть жирные участки, и они блестят. Может быть, поэтому я решила сделать матирующую базу. Вот она у меня сматировала. Я не вижу, чтобы что-то где-то блестело. Это хорошо. Ну, и нанесу теперь тональный крем. Ну, в общем, тональный крем лег хорошо, равномерно, на базу на эту. В общем, мне база нравится. Буду пользоваться. Что еще я заметила, что эта база не дает блеска. Вот обычно, когда на крем я наношу тоналку, то у меня где-то начинает местами блестеть, и хочется немножко где-то припудрить лицо. А сейчас я даже думаю, что, может быть, и припудрить и не нужно. То есть, вот матирующая, она есть матирующая. Но пока что никакого блестка нигде нет. Сейчас я хочу нанести немножечко теней, и потом протестить тушь для глаз, тушь для ресниц. Я сегодня собираюсь в гости. В общем, я уже наношу макияж и готовлюсь. Будем тестить вместе. Я смотрю, что тени на базу, ну, вот они ложатся лучше, чем когда базы там нет. Я сейчас решила просто один тон теней немножечко нанести. То есть, даже не сильно там не красится. Чуть-чуть теней нанести. Чтобы было что-то у меня там на глазах. Ну, вот я нанесла просто один тон, один цвет вообще теней, серые тени. Нанесла немножко, чтобы было что-то на глазах. И вот сейчас я хочу затестить вот эту вот тушь. Супер объем. Красивая такая вот золотистая с узорчиками. Вообще тушь я выбирала, ну, чтобы она была объемная и кисточка. Для меня очень важно, какая кисточка. Ну, вот такая кисточка у меня была на предыдущей туши. И вот именно такую на такую я ориентировалась. Ну, просто такая форма кисточки мне удобна, привычнее. Поэтому я выбрала ее. А вот насчет супер объема сейчас будем проверять. Ну, вообще ложится быстро, хорошо. Объем придают уже. На реснички не склеивает. Хорошо. И накрасим второй глаз. Ну, вот вам видно. Наносится тушь хорошо, ложится хорошо, не склеивает ресницы. В общем, все мне пока устраивает. Сейчас я еще накрашу нижние ресницы и вернусь к вам. Ну, вот я подкрасила нижние реснички. В общем, хочу сказать, результат превзошел мои ожидания. Тушь действительно объемная, легко наносится, не склеивается. То есть в нанесении вообще все замечательно. И выглядит очень хорошо. Вот такие бархатистые у меня реснички. Даже не нужно их наращивать. Сейчас я хочу немножечко продолжить макияж. И в мое завершение мы протестим губные. Ну, в общем, немножечко румян я нанесла. И теперь вернемся к нашим губным. Я думаю, что для всех моих губных подойдет, как карандаш у меня есть такой, нейтральный. В общем, я карандашом сделала легкий контур, для того, чтобы хоть видеть, где границы губных. Я заказала три губные Фаберлик. 44001, 44004, 44007. Начнем с единицы. Вот такой вот цвет. Вот он розовый, матовый. Посмотрим. Вот такой цвет я хотела, да. Он такой вот нейтральный. Я не знаю, как объяснить, что это за цвет. Но он подойдет, в принципе, под любую вообще одежду. Вот такой цвет мне нужен как раз, да. Для любой одежды. Это такой вот повседневный, очень приятный цвет. Очень приятный. Вот такая вот губная. 001. Вы мне напишите в комментариях, какой цвет мне больше идет. Следующий цвет вот такой. 004. Розовый. Как розовые розы. Тоже матовый, приятный цвет. Он даже как-то вот сочетается с этим фоном. Но он более такой вот ярковатый. И мне кажется, он подойдет больше в солнечный день. Яркая одежда с розовыми нотками. И вот этот вот цвет очень будет идти. У меня есть одежда, как раз, под которую подойдет вот эта вот помада. Вот такая вот. 004. Следующая помада 007. Вот она такая. Тоже яркая, сиреневая. Тоже приятный цвет. Вообще, они все очень приятные текстуры. На губах чувствуется вообще хорошо. И мне кажется, это тоже такой вот летний такой вариант. Тоже приятный цвет. И тоже у меня есть одежда вот с такими кофточки, с такими вот нотками, цветами. Тоже вот подойдет она под ногу мою одежду. И тоже освежает. Мне кажется, он немножко даже молодит, освежает. Вообще, вот эти все цвета, они мне очень нравятся. И я их угадала. Это 007. Пишите в комментариях, какой из этих трех вариантов мне больше подходит. Ну все, мой образ готов. Осталось волосы сейчас приложить, в порядок привести. И можно собираться, одеваться и ехать в гости. Ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу. Новые пользователи, зарегистрировавшиеся по этой ссылке и оформившие первый заказ, становятся участниками новой программы лояльности. Смогут получать кэшбэк с заказа от 15 до 26%. И использовать его для оплаты будущих покупок. А также участвовать в стартовой программе и получать подарки к заказам. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok